Ксения Бронникова – молодая мама двойняшек. Так же, как и у многих других ее товарищей по несчастью, дети женщины месяц назад попали в сети коронавируса. И если у одной из девочек болезнь протекла в легкой форме, то у другой все было более сложно. У одного ребенка была температура 37-37,5. В принципе, она у нас неделю подержалась. И на этом мы завершили наше, скажем так, лечение. Пролетились больше, скажем, просто какими-то иммунологическими средствами. А вот второй ребенок уже температурой 39-39,3. Был кашель, пропадали вкусовые качества. Также наблюдал нас педиатр. Мы очень быстро, скажем так, выздоровели. Хорошо, что все закончилось благополучно. И стационарное лечение девочкам не понадобилось, как, например, другим детям, которые проходят интенсивное лечение в красной зоне. В Краевой детской клинической больнице на лечение сегодня находятся 18 детей. И у всех разной степени тяжести. Если в начале пандемии многие думали, что дети не заражаются, то сейчас уже ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых. Основные клинические проявления на момент госпитализации – это повышение температуры у детей со средней тяжелой формы заболевания, снижение аппетита, вялость, заложенность носа, насморк, потеря, обоняние. Ну, как бы это основные клинические проявления. Температура тела, как правило, держится достаточно длительно, 3-4 дня. Ну, и иногда появляется жидкий стул. Зачастую многие мамы путают начало заболевания коронавирусной инфекцией с обычным ОРВИИ. Слишком похожи симптомы. А потому не спешат обращаться за квалифицированной медицинской помощью в надежде ту же температуру сбить привычными методами. А это и есть главная ошибка. Ведь в случае промедления у ребенка могут развиться тяжелые последствия после перенесенной инфекции. Возможно, и отдаленные последствия осложнений со стороны бронхолегочной системы – это пневмония, бронхиты. Со стороны сердечно-сосудистой системы – это кордиты у детей. Но здесь на госпитализации у нас находятся дети с проявлением коронавирусной инфекции пока без осложнений. Единичные есть дети с пневмониями. Средние сроки лечения – 7-9 дней. Антитела в организме ребенка сохраняются на полгода. Однако после лечения медработники все же рекомендуют пройти диспансерное наблюдение педиатра по месту жительства. Это поможет выявить какие-либо нарушения в организме детей на ранних стадиях. Ксения Бронникова, в свою очередь, надевает на своих детей защитные маски. А общение с другими ребятишками пока старается ограничивать. Ну а родителям могу посоветовать, чтобы все равно более бережно относились к своим детям, вовремя обращали внимание на какие-то отклонения, может, сопельки, особенно сейчас, когда розозаболеваемость идет. Ну и избегали каких-то массовых мест, может быть.